Гаррати Пикчер представляет Фильм Пиюша Чакраборти Борьба за жизнь Господину Гаджараджу слава, слава, слава Господину Гаджараджу слава Славить надо не меня Славить надо вас, прекрасных обитательниц женского приюта И цветы подносить надо не мне, а вам А я только об одном молю Господа Чтобы ваш путь был усеян цветами, а шипы на нем не встречались Для нас вы воплощенный Господь Если бы после смерти моего мужа вы не приютили меня То кто знает, каких бы горести была полна моя жизнь Приют дает Всевышний Господь А мы, мы всего лишь смертные люди Господин Родители этой девушки умерли Ей требуется приют Так что же ты стоишь? Устрой ее хорошенько Но свободных мест в приюте нет Это не страшно Мы ведь открыли новое отделение Завтра туда отправим партию девушек А до завтра позаботься о ней Ну, ступай Что случилось? Чем ты обеспокоен? Полиция усиливала меры безопасности Отправлять девушек завтра очень рискованно Рискованно? Не надо говорить мне о риске Я люблю риск Я люблю играть в рискованные игры Так что перестань болтать Впрочем, не зря же мы приютили у себя учителя Васудева Его полиция никогда ни в чем не заподозрит Так что пришли его завтра утром ко мне Здравствуйте, господин Вала Господу Здравствуйте, Васудев Голубей кормите? Да, Васудев Пока я не накормлю несчастных людей Зверей и птиц То сам не могу принимать Ни пищу, ни воду А эти пташки Принимают пищу только из моих рук Ваши руки Источник щедрости и благодеяния А сам вы Воплощение любви к ближнему Да нет Я всего лишь смертный Все, кто вас знает Бесконечно счастливы Что рядом с ними живет такой человек, как вы Но я не могу себя чувствовать полностью счастливым Ведь девушкам, которые живут в нашем приюте Мы не можем уделить все то внимание, какого они заслуживают И главная причина этого в том, что у нас мало места Поэтому я решил завтра отправить некоторых из девушек в другое отделение приюта И сопровождать их Я прошу вас Меня? А что, у вас есть возражения? Да что вы Как я могу возражать против ваших приказаний? Вы были единственным человеком, который приютил меня, когда меня выгнали с работы Только за то, что я поймал за списыванием сына депутата парламента Я готов служить вам каждой клеточкой своего тела Приказывайте Благое дело, не надо откладывать Я хочу, чтобы вы поехали прямо сегодня Хорошо? Я пойду соберусь в дорогу Мала Господу Ну зачем все это? Я ведь не бог, а человек Но в сердце женщины любовь к мужу столь же сильна, как и любовь к богу Знаешь, я уеду на несколько дней А где же наш сын Рохит? Что случилось, сынок? Отец, не спрашивайте меня, что случилось, что не случилось Дайте вашу руку Хочу повязать вам на память священный шнурок Дайте руку Возьми Закройте глаза А теперь откройте Часы? Ваши старые часы постоянно приходится отдавать в починку А вы то и дело спрашиваете, который час? Я не могу все время находиться рядом с вами Вот я и решил, что лучше куплю вам новые часы Откуда у тебя столько денег? Очень просто Я экономил на карманных расходах Так ты купил часы на свои карманные деньги? Вы ведь тоже потратили все свои сбережения и купили мне мотоцикл, чтобы я мог ездить в колледж И кроме того, у меня есть свой корыстный интерес Какой? Каждый раз, когда вы будете смотреть на часы, вы вспомните лицо своего сына Эй, сворачивай, сворачивай Ой, убили Рани, посмотри на этого героя Сейчас она тебе покажет Да знаю я таких А вот ты меня еще не знаешь Я сама танцовщица, а под мою дудку пляшут такие люди Сейчас увидишь, как я с тобой расправлюсь Ну-ка, слезай Сейчас повеселимся Первая встреча, первая встреча Как засмущались, как покраснели Простите меня Я сам виноват Да нет Нет По правде говоря, виноваты были мы Ну я поехал Эй Куда ты поедешь? Довези нас хотя бы до ближайшего перекрестка А как же ваша машина? Ну, как-нибудь сама доберется Что ж, поехали Ах, какой мужчина Какой мужчина Ах, как трудно ехать в одной машине вместе с бандитом Ты бы хоть погудел одной ручкой Ну, скажи хоть что-нибудь Я не женат И наша Рани тоже пока не замужем Что ты такого говоришь? Нет у меня ни отца, ни матери Один я И у Рани тоже никого нет, кроме надхата Нет-нет, я совсем не то, что ты думаешь Я ни то, ни сё Так, серединка на половинку Что ты такой всё болтаешь? Я работаю шофёром Зарабатываю 11 тысяч в месяц На эти деньги и живу Рани танцует А мне перепадает, когда 10, когда 12 Замолчи, замолчи Девушка должна знать всё про юношу Это очень важно Ну всё, приехали Пошли с нами Мне ещё далеко ехать Не хочу зря терять время Нет-нет, я вас не отпущу Пойдёмте с нами Пожалуйста Ну ладно, ладно, иду Бесстыдница Пойдёмте с нами Пойдёмте с нами Пойдёмте с нами Пойдёмте с нами Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Не волнуйся, сынок. В этот трудный час все жители Бхаратпура с тобой. Таким каменным должно быть сердце у того, кто убил этого святого человека. Если только убийца попадется мне в руки, я сожгу его заживо. Ну иди. Отдай последний долг своему отцу. АПЛОДИСМЕНТЫ Так вот какова твоя справедливость, мать-богиня. Ты дала мне жизнь, а в уплату взяла жизнь моего отца. Если такова твоя справедливость, то ты увидишь, какова будет моя. Настанет день, я приведу убийцу в этот храм и убью его у тебя на глазах. Нет! Нет, сынок. Того, кто убил моего мужа, которому я поклонялась как Богу, того, кто сделал меня вдовой, я убью своими руками. Иди. Иди и достань его хоть из-под земли. И помни, сынок, с пустыми руками не возвращайся. Вернешься с пустыми руками, не будет тебе прощения. Благослови меня, матушка. Я исполню свой сыновний долг. Автор сценария Рамбир Бушк. Оператор Романна. Композитор Надим Шраван. Продюсер Пьюш Чакраборти. Режиссер Парто Гвош. Послушай, будешь ехать с такой скоростью, мы не то что за полтора часа, мы за пять не доберемся. У тебя что, права отобрали, что ли? Откуда ты знаешь? Да нет, я просто смотрю, дорога пустая, машин нет, а ты плетешься еле-еле. Если бы тебе нечего было бояться, ты бы сейчас несся, как птица. Ну, я тебе сейчас покажу, как я умею. Эй, стой! Стой! Бежим отсюда! Это же полицейский, отвечать придется. Что ты такое несешь? Да как можно бросить человека в беде? Поздно ночью, на пустой дороге. Сиди, я посмотрю, что с ним. Эй, стой! Стой! Где я? Вы в Чандангархе. Я доктор Ранбир Пушпа. Вы были без сознания. Этот господин доставил вас в больницу. Ты? Меня зовут Дев Пракаш. Я ехал в Бхаратпур, а вы на перекрестке попали в аварию. А что вы хотите сказать? Мне сегодня же надо быть в Бхаратпуре. Меня назначили начальником полиции. Меня ждут. Что вы? Какой Бхаратпур? В течение месяца. Вам нельзя будет даже из этой комнаты выходить. Вы ранены? У вас сломана нога. Пошевельнетесь? Швы разойдутся. И тогда я не могу ручаться за вашу жизнь. У вас есть телефон. До ближайшего телефона отсюда пять миль. Если вам надо что-то передать в Бхаратпур, то скажите мне, я все сделаю. Вы меня этим по гроб жизни обяжете. Доставьте в полицейский участок мой джип, мои вещи. И расскажите им обо всем, что со мной случилось. Не беспокойтесь. Я выполню ваше поручение. Доктор, позаботьтесь о нем хорошенько. Не волнуйтесь. Ну что, сыграем еще партию, пока инспектор не приехал. Эй, сержант! Ты бы вышел, посмотрел. Не едет ли новый инспектор? А то ведь нагрянет, да играть не даст. Да судя по тому, что нам сообщили, он уже давно должен был приехать. Не знаю, почему задержался. Эй! Эй, инспектор приехал. А, приехал. Оставьте все как есть. Пойдем с ним познакомимся. Здравия желаю, господин инспектор. Проходите. Проходите, начальник. Да какой я начальник. Да что там, не бойтесь. Мы ведь знаем, что сюда назначен новый инспектор, господин Аджай Кумар. А это вы и есть? Сержант. Слушай, мне с вами нужно поговорить. Попросите этих людей покинуть помещение. Господин, не будем их беспокоить. Мы ведь и сами можем выйти на улицу. Слушай, красавчик, это не мы покинем помещение, это ты покинешь помещение. Ну что стоишь? Давай, топай. Послушайте, я приехал по очень важному делу. Шагай, шагай отсюда. Шагай, шагай. Стойте, ребята, стойте. Хорошо, я согласен. Я уйду. Но есть одна маленькая проблема. Что такое? Вон, видите фотографию Махатмы Ганди? Она у вас малость покосилась. А разве может настоящий индийец спокойно смотреть, что портрет Ганди и Джи висит косо? Я уйду. Но сначала поправлю портрет. А поправить его я смогу только тогда, когда исправитесь вы сами. Так будет справедливо? Да. Поправим. 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 Так, вы с ними расправились, инспектор. Вы из них просто дух вышибли. Наконец-то в нашем городе воцарился закон и порядок. Да здравствует новый инспектор. Стойте, отпустите меня. Успокойтесь. Успокойтесь. Давайте, расходитесь по домам. После вашего отъезда его состояние внезапно ухудшилось, и он потерял сознание. А когда он придет в сознание? Сейчас ничего сказать нельзя. У него сильное сотрясение мозга. В таких случаях бывает, что больной находится без сознания несколько дней. А вы не думаете, что его надо перевезти в какую-нибудь больницу в крупный город? Понимаете, пока он не придет в сознание, его никуда нельзя везти. Очень опасно. Как же мне ему рассказать, что жители Бхаратпура линили меня за него, за инспектора Аджая Кумара? Ладно, доктор. До свидания. До свидания. Слушай, Дева, есть только один способ найти убийцу твоего учителя. Сам Господь предоставил тебе этот шанс. Не упусти его. Не упусти. Приветствую вас, господин Мадан. Где ваш новый инспектор? Очень хочется на него взглянуть. Он что? Меня совсем не боится? Куда он сбежал? А, вот он, ваш новый начальник. Это ты побил моих людей? Людей? Да я среди них ни одного человека не видел. Сплошные ослы. И побил я их, как бьют ослов. А ты хочешь за них заступиться? Не за них. За тебя. Собирай свои вещи. Садись ко мне в машину. Я вывезу тебя за город. Ничего не бойся. Сейчас день. Светло. Садись. Поехали. До дома доберешься живым. А если останешься, то ближайшей же ночью столкнешься с великой опасностью. А если ты сию же минуту не покинешь полицейский участок, я тебе опасность устрою даже днем. Ты? Я. Успокойтесь. Успокойтесь. Сейчас я его навеки успокою. О, уж если инспектор, то такой, как вы. А это что тут такое? Вы в Овне пришли? Я как раз прощался с дорогим гостем. Ну что ты стоишь, глупец? Иди, иди. Послушай. Выбери как-нибудь время, приди к инспектору и уладь с ним все проблемы. А теперь иди. Он полный идиот. Полез в воду и решил крокодила за хвост подергать. Ну что стоишь? Иди. Здравствуйте, господин инспектор. Бхаратпур приветствует вас. Мне ваше приветствие очень пришлось по душе. В Каджарадж Чоудгри сам никому не ходит. Но когда я узнал, что в наш город приехал новый инспектор, то решил лично навестить вас. Это правильно. Мне тоже надо знать, какие люди живут в этом городе и как здесь встречают полицейских. Это очень хорошо. Если мы будем должным образом относиться к полиции, то и полиция будет должным образом относиться к нам. В конце концов, полиция призвана служить народу, господин Чоудгри. Я вам одно могу гарантировать. Уж если я кому-то служу, то служу верой и правдой. Вот что я еще хочу сказать, инспектор. Вы плохо знакомы с нашим городом. Есть тут такие улочки и переулочки, по которым опасно ходить с наступлением темноты. Можно заблудиться. Поэтому спрашивайте меня, куда вам стоит идти, а куда нет. Нет, господин Чоудгри. Я не заблужусь в вашем городе. Эти ваши темные улочки и переулочки сами позовут меня и сами скажут, куда идти. Отлично, господин инспектор. Ну ладно, я пойду. Надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, я смогу вас узнать получше. До свидания. А я, господин Чоудгри, очень хорошо узнал вас с первой же встречи. Вы похожи на грозовую тучу. Снаружи ничего не видно, а внутри смертоносная молния. Пойдем, совершим обход. Так поздно. А что? В наших краях полицейским не позволяется выходить ночью на улицу. Кто так распорядился? Кто смеет отдавать приказы полицейскому? Те самые люди, которые ночью становятся хозяевами. Я человек маленький, не стану же я их называть по имени. Ночью на улицу выходят не только демоны, но и боги. Мне надо найти одного человека. Поехали. Ну что же, служба, служба. Служба есть, служба. Поехали. Поехали. Прошу прощения за то, что я разбудил вас среди ночи. Я только хотел сообщить вам, что теперь в нашем городе воцарился закон и порядок. И пусть трепещут те, кто нарушает закон. А вы ничего не боитесь и расходитесь по домам. Да-да, идите, идите. Одну минуту, сержант. Почему во всех домах горит свет? И только этот погружен во тьму. Здесь что? Никто не живет? Почему же никто не живет? Это дом учителя Васудева. Здесь живет его вдова, а самого учителя убил какой-то шофер грузовика по имени Дева. А других родственников у него не было? Ну как же не было? У него есть сын, Рохит, но он куда-то уехал из Бхаратпура. Сэр, уже поздно. Пойдемте отсюда. Завтра приедете, все разузнаете. Подожди меня здесь. Я сейчас вернусь. Матушка? Матушка? Рохит? Ты вернулся? Нет, я не Рохит, но я твой сын, матушка. А почему в доме так темно, матушка? Кто-то... кто-то погасил светильник, дававший свет. А куда уехал Рохит? Поехал искать убийцу своего отца. Что ж, пусть он исполняет свой долг, но пока он не вернется, я буду исполнять его долг. Не надо плакать, матушка. Мать, отправляющая своего сына на бой во имя жизни, сама не должна плакать. Кто ты? Ты не похож на полицейского? Как я могу сказать матери, что я полицейский? Просто я, твой сын. Когда закроешь глаза, увидишь одного из сыновей, а откроешь, другого. Простите, вы хозяин этой транспортной компании? Да. А что? Меня зовут Рохит. Мне нужно с вами поговорить. Я слушаю. 29 мая между 11 и 12 часами ночи на дороге в Гоа случилась авария. Примерно в то же время по этой дороге приезжали три грузовика вашей компании. Я хочу узнать подробности. Но это же дело полиции. Я не меньше полиции. Заинтересован в том, чтобы найти убийцу. Ведь убитый был моим отцом. О, простите. Чем я могу вам помочь? Той ночью по дороге проехало 117 грузовиков. Я уже встретился со 114 шоферами. Осталось трое. Рамдин, Савант, Дев, Пракаш. Все трое работают у вас. Да, верно. Все трое работали у нас. Но некоторое время тому назад все трое уволились. А куда они уехали? У вас есть их адрес? Да, есть. Сейчас я вам его дам. Вот их адрес. Тенк Роуд, 1399, Паначи Гоа. Все трое? Да, все трое жили вместе. Спасибо. Ну, хватит, хватит. Ну, ладно, сопна, пойдем. Тут еще есть что посмотреть. Да, ты права, но где же Каджи? Вот она, Каджи. Мадам, вас прокатить? Нет, я сама. Каджи, что ты делаешь? Это очень опасно. Не волнуйся. Я люблю играть в рискованные игры. Эй, Каджи! Эй, Каджи! Пай! Помогите! Помогите! Спасите меня! Помогите кто-нибудь! Помогите! 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 Я зацепилась. Все в порядке. Со мной все в порядке. Вот ваша сумка. Какой вы герой? Ой, куда же он подевался? Ах, это вы? Слава Богу, что я вас встретила. Я так давно вас ищу. У вас какое-то дело? Отдели потом. Сначала я должна вас поблагодарить. За что? Вы подверглись такой опасности и спасли мне жизнь. Не такая уж это была опасность, чтобы тратить свою благодарность. Вы думаете, что моя благодарность дорого стоит? Она бесценна. Ну ладно, вот я возвратила вашу благодарность. А сколько дней вы здесь пробудете? Да нисколько. Всего одну ночь. Простите, я забыл спросить, на какой вам этаж? На седьмое небо. На седьмой этаж. Ой, свет погас. Ничего, через минуту зажжется. Я боюсь темноты. Но я же с тобой. А я тебя не вижу. Подойди поближе. Я рядом. Ты говори, будет не так страшно. Как долго длится эта минута? Да. В темноте минута длится долго. Мне нравится, как вы говорите. Мне тоже нравится, как вы говорите. А, Каджин, и вы. Мы так испугались. Почему? Лифт остановился. Да что тут такого? Нечего бояться. Да, ты права. Чего же бояться, когда он с тобой, а, Каджин? Что вы тут стоите и разговариваете? Пойдемте. Пойдем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 а вот он настоящий убийца моего отца возьми это и убей его не я приняла решение убить его это решение было продиктовано гневом и чувством мести в сердце своем я его давно убила пусть живет нет матушка убийца не имеет права оставаться в живых его нельзя прощать его надо наказать убей его наказать может только всевышний господь пусть его собственные грехи мучают его всю жизнь беги отсюда преступник беги убейте его убейте бейте его бейте гори огонь гори мама это каджель дочь 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 джораджа и это все что ты можешь о ней сказать почему же ты прямо не скажешь что это моя будущая невестка мама помогите помогите любовь красавицы спасите что случилось дева уезжает из бахарапура да ваш сын оказался обманщиком на словах воин а на деле трус если он уедет я пропаду я даже бросила танцы после встречи с ним ну куда же мне теперь податься матушка где дева мама вот он пришел образуйте его позволь мне откланяться матушка зачем ты спрашиваешь позволение ты все решил собрался уже ты подумал что никто тебя не остановит однажды ты спросил что нужно сделать чтобы стать моим сыном а теперь теперь я хочу спросить что мне делать что делать твоему брату что делать твоей ране и что делать всем жителям бхарапура чтобы ты остался он на этот вопрос не ответил судьбу его будут решать власти а власти решили так дэва назначен начальником полиции какая радость ура да здравствует новый инспектор дэва здравствуй дэва ах как я застеснялся как я раскраснелся что же это такое вдруг со мной случилось главных ролях ракхи гульзар митхун чакраборти джая прадга мамта кулькарни атуль агнихотри мохан джоши рами рэдди а также шахти капур на русский язык фильм озвучен киностудии элегия фильм текст читали татьяна дубянская и борис волхонский митхун чаклаборти джоши